Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому в ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Чтобы разобраться в семейных отношениях и решить проблемы, которые в них существуют, нужно быть хорошим психологом. Зато не нужно быть специалистом, чтобы заметить, что в семье творится что-то неладное. Достаточно обратить внимание на поведение супружеской пары, образ их жизни, привычки. Если атмосфера здоровая, ее члены окружены заботой и комфортом, каждый выполняет предназначенные функции. Значит, довольны будут все. Но, если возникает какая-то проблема, гармоничные отношения начинают рушиться. В семейной среде развивается дискомфорт. Такие отношения принято называть дисфункциональными. Об этом и поговорим сегодня. В нашей студии специалисты Олег Севастьянов, психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Кузнецов, психолог и семейный психотерапевт. Добрый день. Здравствуйте. Тему, мне кажется, сегодня мы затронули такую очень непростую. И надеюсь, что с вашей помощью что-то хотя бы станет яснее. Но прежде всего, раз уж мы заявили дисфункциональную семью, наверное, стоит дать ей какое-то определение, что это такое, какие у нее признаки. И вообще, как понять, а вот твоя собственная семья, она дисфункциональна или нет? Или функциональна. Да, вот в чем обычно, да, вот все-таки звучит как диагноз. Ну, в принципе, наверное, это и можно назвать, да, вот в рамках семейной какой-то консультирования, семейной психотерапии, как диагноз, да, дисфункциональная семья. Дисфункциональное отношение в семье. Вот чтобы это не превратилось в ярлакование, сейчас, да, зрители тоже не начали сейчас на себя, там, может быть, на свои близкие семьи, да, привешивать всех этих, значит, ярлычков. Вот, давайте, да, разберемся. Ну, смотрите, дисфункциональная подразумевает ее антипод, да, наличие с функциональной семьей. Функциональность, как, может быть, немножко механистично прозвучит, да, для любого механизма, для любой системы, семью мы рассматриваем как систему в первую очередь, да. Когда все функционирует правильно, каждый механизм. Ну, либо правильно, да, ну, то есть, вот, либо так, что это позволяет семье справляться с теми сложностями, которые происходят, ну, сталкиваются. Да, неполадки. Да, то есть, это, ну, это не та семья, дисфункциональная семья, это не обязательно та семья, которая пришла на прием вот к психологу или к психотерапевту, да, то есть она, или которая хотя бы раз обращалась, возможно, да, ну, то есть сейчас, зрители, кто-то, кто уже обращался по поводу супружеских отношений. Или не та семья, которая вообще испытывает трудности какие-то вообще, в принципе, это нормально. Это нормы, и обратиться, и испытывать трудности, и искать варианты их выхода самостоятельно, или при привлечении специалиста. Все это может являться отображением как раз-таки функциональности семьи. То есть если она в конечном счете находит какое-то решение, удовлетворяющее так или иначе всех ее членов семьи, и движется дальше в своем развитии. Справляется. Тогда мы можем говорить о ее функциональности. Следовательно, отталкиваясь от этого, говорить о дисфункциональности, можно как о невозможности семьи преодолеть какие-то кризисы. Мы их, наверное, уже даже в обиходном таком понимании, это уже слово привычное, семейные кризисы или возрастные кризисы. Сейчас часто этим оперируют. В общем, с каким-то кризисом не может она справиться. Либо справляется, но такими средствами, таким каким-то способом, таким механизмом взаимодействия, которые скорее наносят больше вреда членам семьи, нежели как усугубить. Угубляя их проблем. Есть очень много знатоков, которые с умным видом рассказывают о том, что в жизни каждой семьи существуют такие некие подводные течения, какие-то айсберги, которые всплывут в определенный момент. И говорится о том, что кризис может возникнуть через пять лет совместной жизни, следующий кризис ожидайте через семь, ну и так далее. Это вообще как-то соответствует действительности и ждать ли каждой семье этого кризиса. И вот мы сейчас с видом знатоков еще разочек. Еще раз скажем, что да, это так. Да, действительно, кризисы есть. Единственное, что они не всегда привязаны к каким-то времени. То есть вот там пресловутая фраза, там любовь живет три года, например. У меня часто клиент, кто обращается. Вот правда же говорят. А вот прошло три года, и мы почувствовали, да. Привет, неправда? Ну нет, это привязка к временным каким-то этим самым, да, отрезкам, да, в виде годов прожитых совместно. Она не всегда имеет под собой место, потому что чаще всего кризис, что это такое, да, если уж говорить про это понятие. Это когда семья, да, вынуждена адаптироваться к каким-то изменившимся новым условиям своего вот существования, своего бытия, такого, да, совместного семейного. Нет. А в какой момент эти изменились условия, да, и какие это могут быть условия? Например, рождение ребенка первого особо. Нет. Вот, ну, то есть на первом ли году это, да, после свадьбы произошло, а может быть еще до свадьбы, например, семьи-то еще не было, да. Или там через три года, или через пять, или через десять лет, мы не знаем. Поэтому, ну, да, то есть лучше все-таки говорить в этом случае, если мы говорим про кризис, да, если мы спрашиваем про какие-то эти самые, да, наши кризисы. В кризисе мы или не в кризисе, да, то обращать внимание вот именно на, не на сроки, не на года, а на адаптацию к новым изменившимся условиям. Хотя, допустим, да, есть нормативные кризисы, связанные с кризисами взросления ребенка, да, например, там, трехлетний возраст, да, подростковый возраст. Да, особенно, там, его активность, там, двенадцать-тринадцать лет, такие, особенно, школы, да, поступления, да. Вот здесь уже можно говорить, ну, там, плюс-минус о каких-то годах, но эти годы будут относиться скорее к возрасту ребенка, чем к возрасту семьи, на которой это происходит. Вы знаете, не совсем, наверное, к теме сегодняшней программы, но все-таки не могу задать этот вопрос, зацепилась за фразу о том, что живет любовь три года, или живет она больше или меньше. Мы сейчас, ну, может быть, кого-то из романтиков немного опустим на землю, но, тем не менее, вот само это понятие «любовь». А семья может жить без любви, быть крепкой, быть функциональной? Может ли эта любовь, наоборот, быть в семье всю жизнь? В вашей практике вообще понятие «любовь», она как-то существует? Да. И что это такое? Ну, не всегда она там существует, вернее, нет, она существует всегда, она не всегда действительно может играть какую-то вот главенствующую роль, да. Очень часто люди, на мой взгляд, переоценивают значение этого фактора. Да, семья, строящаяся, да, уже, так скажем, да, функциональная семья, строящаяся на отношениях доверительных. Хотя, вот сейчас, опять же, я говорю, да, я сразу могу сказать, а вот разве это не компоненты любви? Любви, да. Да. Потому что если мы рисуем себе любовь как некоторое такое яркое эмоциональное проявление, да, то есть такое, скорее, эротизированное какое-то чувство, да, то, в принципе, без этого тоже может строиться семья. И, наверное, большая часть времени, которое семья проводит друг с другом, на этом чувстве не замешано, да, то есть это могут быть разные чувства, но вот нет. Поэтому здесь говорит ли то, что нет любви? Ну, вот стоит ли впадать в отчаяние, если один из членов семьи понимает, что, а, любовь-то вроде куда-то ушла, и, значит, все, и, значит, конец семьи? Тут, как говорит, у нас общий коллега, нужно задать себе уточняющий вопрос. А что вы имеете в виду, когда вы говорите «любовь», да, что ушло-то? Важно ли это в картине мира этого человека? Да, и пытаюсь выяснить, что такое любовь с научной точки зрения. Важно ли это в картине мира этого человека, да, то есть если это вдруг, например, там, мужчина или женщина, да, там, супруга или супруга понимает, что любовь ушла, вот он чувствует это в себе как-то. Ну, он как-то это описывает чаще всего, да, когда об этом говорит. И в его картине мира, да, существование с партнером вот без этого переживания, да, или теперь вот с пониманием, точнее, с этого, что любовь прошла, невозможно, то она, скорее всего, невозможна. Если в его картине мира этого понимания нет, да, если он, я, может быть, сейчас описываю редкий вид человека, который говорит, да, ну, то есть он понимает, что, ну, там, рано или поздно, да, какие-то яркие, сильные чувства друг к другу могут остыть, да, и придется, ну, то есть дальше отношения строить на каких-то других чувствах, может быть, менее… Возвышенных. Возвышенных, да, таких… Менее ярких. …без придыханий. Ну, вряд ли это разрушит. …понимание общей цели, например, да, каких-то потребностей. Кстати, возвращаясь к функциональности и дисфункциональности, вот это вот здесь, да, вот мы уже говорим про кризис, да, почему бы не взять нам, например, да, не отметить, как один из кризисов, а он и есть такой, в принципе. Угасание страсти. У одного из партнеров, да, когда вот он действительно, его посещает эта мысль, на ад, он как-то ее формулирует в своей голове, что… Ушло. Да, вот я что-то испытываю к своему партнеру, но это не любовь точно. На ад. Вот, а завис, да, дальше функциональности семьи от его, ну, во-первых, да, от личной возможности как-то теперь с этой вот идеей смириться, сжиться, да, и ее осмыслить, на ад, и найти другие возможности, другие варианты существования с партнером, да. Нет. Либо нет, либо семья через это не проходит, да, это может привести к разладу семьи, например. Угу. Ну, хорошо, но программа у нас все-таки «Здоровье» называется, поэтому мы здесь не просто для того, чтобы поговорить, а еще и для того, чтобы поговорить о здоровье. Вот, Олег, все-таки, чем чревата для здоровья дисфункция семьи? Здесь как раз Сергей Олегович говорил о том, что семья, в частности, дисфункциональная, старается справиться с проблемой зачастую вот такими невротическими способами, которые очень вредят здоровью. Например, разные зависимости, такие как алкогольная, наркозависимость, игровая зависимость и разные-разные другие виды зависимости. Ну, это варианты сублимации какой-то? Это варианты решения проблемы. То есть вот вы столкнулись с какой-то проблемой. Например, ушла любовь. Завяли, как говорится, помидоры. Что делать? Я начинаю играть в казино. И мне нужно как-то с этим справиться, да. Либо мне нужно закончить эти отношения, а, например, я не готов к этому. Ну, мне хочется продолжать эти отношения, потому что человек мне дорог, и вообще у нас совместный быт, дети. Либо я не хочу с ним делить имущество. Либо я не хочу делить с ним имущество банально, да, и мне как-то надо выживать в этих отношениях. Поэтому я начинаю справляться с этой проблемой каким-то другим способом. Как правило, дисфункционально. А терпеть это у человека надо. Ну, как минимум. А легче его терпеть, когда я его вижу вот утром за завтраком и ночью перед сном. Или в измененном состоянии. Да, да, или в измененном состоянии. А все остальное, например, подвещаю себя той же самой работе, почему вы не сказали, да, зависимость. Да, зависимость, да. Или там видеоиграми, например. Но мы сейчас вот с вами разговариваем, это может так немного безобидно показаться. А из вашей практики есть серьезные какие-то последствия для здоровья именно в связи с проблемой, о которой мы говорим сегодня? Что-то такое было? Ну, вот если мы говорим про здоровье, как именно где-то болит, колет, что-то там сломалось. Ну, серьезная депрессия, она и тоже, наверное, к этому может привести. Ну, вот да. Тогда мы можем говорить, да, если закончится зависимостью, ну, то есть серьезная зависимость, она бьет, ну, если по телу, то вот, наверное, по всему, да, состоянию. Особенно если это связано так или иначе с какими-то характерными веществами. А если говорить, например, о каких-то невротических способах сравнения, таких как, например, депрессивные расстройства или тревожные расстройства, то люди, например, впадая в эти расстройства, они тем самым тоже пытаются решить эту проблему. Да, то есть они смещают фокус внимания с той проблемой, которая у них возникла в семье, на эту новую проблему, например, заболевания непонятного генеза, такие, например, вегет сосудистая дистония. Да, вот врач поставил диагноз. Не очень понятно, что это за болезнь, что болит, ну, в общем, болит все очень плохо. О чем подумаешь, что и болит чаще всего? Врач говорит о том, что я вроде как здоровая, и, ну, вот это вот очень-очень таинственное заболевание. Тогда мы начинаем всей семьей, как правило, с этим бороться, да, то есть ищем врачей, бегаем, сдаем кучу анализов, там, тратим кучу денег. Или чаще, да, всей семьей, да, болеет один, всей семьей спасаем. Ну, получается, это правильно. У меня было решение объявить себя болезнью. Ну, семью заплатила. Да. На болезни, да. Ну, что значит правильное? Это дисфункциональный способ решения какой-то настоящей проблемы. Это обязывает одного из них, как минимум, всегда болеть, он не имеет права выздороветь. Это путь, в общем-то, в болезни, он не решает проблему их. Чем серьезнее, тем лучше, да, ну, то есть будет болезнь. Да. А всех остальных это обязывает не к проявлению той же любви, например, да, а постепенно, да, то есть, ну, мы не можем сочувствовать и жалеть человека вечно, да, значит, это вот, даже если это наша мама, папа, муж, жена, да, который вот болеет и все никак не выздоравливает, мы рано или поздно начинаем чувствовать, что ли? Чувствовать усталость, раздражение, да, гнев за то, что, ну, он, так скажем, значит, тормозит или там порой, да, мешает нам. Если это тревожный пациент, то он, соответственно, жалуется каждый день, он кричит «помогите, спасите», хотя с ним ничего не происходит, ну, визуально все в порядке, и врачи сказали, что он здоров, поэтому семья в какой-то момент говорит о том, что ты просто симулянт, ты просто врешь, не перестает. Поэтому назвать эти отношения, ну, вот, наверное, теми, которым, да, мы там все, все мы, наверное, грезим в норме, когда заводим семью, ну, не поворачивается язык, поэтому, да, вот это говорит о их дисфункциональности. Хотя, заметьте, вот здесь мы подходим к тому, что отношения-то могут быть очень крепкие, ну, то есть это же годами можно болеть, да, годами можно быть в депрессии, да, годами можно пить, да, то есть остальные члены семьи будут спасать, они будут сочувствовать, жалеть, пускай злиться в какой-то момент и жалеть, да. Да, то есть дисфункция, это не означает, что пара разойдется. Разойдется. Да, ну, супружеская пара, да. Скорее всего, они останутся друг с другом, и в большинстве своем случаев это примеры, ну, дисфункциональности в семье, это самые крепкие семьи, ну, вот в плане держаться друг за дружки. Но какова вообще вероятность того, что ребенок в будущем повторит вот сценарий своих родителей в семье? Ну, тут можно говорить о том, что это чаще всего наследственные сценарии. 85%. То есть хромосомы передавать не обязательно? Не, не нужно, да, это не хромосомы передается, потому что, да, все то время, которое ребенок проводит взрослее в семье, в которую отношения строились на... Таких дисфункциональных отношениях. Допустим, да, даже из тех, которых мы описали, да, на такой жалости и гневливости, да, или чувстве страха, да, вот этого взаимного такого утрата, да, или чувство беспомощности, которую испытывал один, да, и вот второй всячески пытался, значит, спасти этого товарища своего. Нет. Годами прожитые, да, ну, то есть детство вот в таком режиме, конечно, откладывает этот печаток. Да, для многих из нас, когда мы приходим к нашим, особенно, первым отношениям, более-менее серьезным, да, то есть в юношеском каком-то возрасте, там, единственной формой построения отношений является то, что мы видели. Модель. Да. Нужно как-то выстроить отношения. Я сейчас хочу просто, чтобы нас услышали родители и задумались о том, что, ну, я не знаю, на сколько процентов, можно сказать или нет, что вот их такие отношения в семье передадутся ребенку. Я все время задаю вопрос родителям примерно так, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок жил так же, как вы живете с своим супругом? Если вы говорите, да, хочу, то все нормально, продолжайте в том же духе. Если вы говорите, что нет, ни в коем случае я не хочу, чтобы мой дочь, сын повторил мою судьбу, срочно надо брать всех и бежать к Сергею Олеговичу. Чаще говоря, да, не хочу, но вот не всегда действие соответствует этому вопросу. Что делать? Потому что, наверное, не всегда мы можем сказать, что любую дисфункцию есть смысл чилить, лечить. А что вы имеете в виду? Какую не нужно? Или вы имеете в виду безнадежность? Есть какой-то вид дисфункции, здесь скорее, вот опять же, чтобы избегать какого-то клемления, обязательно всегда, да, ну, то есть можно сказать так, что попытаться семья улучшить отношения, которые есть, если они не удовлетворяют хотя бы одного из членов этой семьи, всегда, ну, это нужно сделать. Да. Но порою, да, ну, то есть выстраивается ситуация так, что приоритет перед сохранением брака, он выше, нежели приоритет перед, ну, вот, как раз-таки искоренением этой дисфункции. Получается, наверное, так, что сам брак и только и держится вот на этих самых не очень здоровых отношениях. Ну, и все равно всегда думаешь, что с тобой это не случится, с твоим ребенком это не случится, несмотря на вот эту систему. Наверное, да, вот какие-то такие вот полумагические, мифические, вот, как Игорь часто сталкивается. Есть, да, вообще у нас распространенная тенденция у граждан не готовиться к обязательным, в общем-то, мероприятиям, таким, как, например, зима, весна, осень и лето, как наши коммунальные службы. Они все время не ожидают этого момента, и это, в общем-то, в жизни тоже много таких обязательных моментов, которые случится, и граждане предпочитают к ним не готовиться. Может быть, со мной не, вот, так сказать, вот, меня пронесет. И это, в общем-то, подводит людей, потому что не пронесет нигово. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что дисфункциональные семьи, в принципе, никогда не бывают на приеме у вас. Они, ну, практически, чаще всего не идут решать свои проблемы. Все-таки, а проблемы-то эти решать нужного, о чем мы с вами тоже говорим. А что делать, вот этот какой-то замкнутый? Это им, опять же, нужно. Да, ну, а все-таки, вот, какие есть варианты, кто должен отреагировать на это? Это должен один человек как-то понять и на аркане притащить всю семью? Или что должно произойти? Хороший вопрос, его часто и сами клиенты задают, наверное. Что делать? Да, если второй не идет, например, да, там, супруг или супруга, да, или ребенок тот же самый, да. Не хочет. Да, дисфункциональность мы смотрим не только в детской, в супружеских, но и в детско-родительских отношениях. Нет, это не всегда обязательно, тащите его на арка. Нет, полезным будет уже обращение индивидуальное, заявление о своей собственной проблеме. Нет. Во-первых, я хочу начать, что обратиться должен тот, кому хуже. Вот вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно ждать, что сейчас партнер прозреет, увидит, что как я страдаю, посмотри, вот, ты видишь у меня вот это, вот это. Я тоже всегда надеешься. Давление, шаги, пульс. Сейчас отвестили до такого состояния. Что он поймет, что не надо. То есть, если вам плохо, и вы чувствуете, что есть проблема, обратитесь, решите. Вы должны спасти как минимум себя. Вы должны начать себя однозначно. Как максимум обычно тоже себя вот и надо спасать. И это, кстати, первый признак функциональных семей. Там есть хорошая, здоровая доля эгоизма. То есть, если человек идет уже с посылом про то, что я не заставил, но мне нужно, да, помогите мне, я пропадаю. Мы где-то внутри себя уже можем ставить галочку про то, что, ну, вот здесь. Ну, и это уже не безнадежный случай получается, если хотя бы один из членов семьи обратился? Если человек хочет изменить что-то в своей жизни, то это не безнадежный случай. Плюс очень часто бывают даже такие ситуации, когда удается, ну, партнерам там или там вообще всей семьей собраться, да. То есть, там иногда в дисфункциональности замешана еще и не только нуклеарная семья, да, то есть два поколения родителей и дети, но и расширенная семья. Бабушки, дедушки, свекрови, тещи и все остальные, да, там, племянники, братья. Ну, такого наверняка не было в вашей практике, чтобы уже несколько поколений таки пришли. Нет, бывает, бывает, да. Таки три, как минимум, поколения прям в полный рост. Бабушка, мама и дочь, и они прям вот так вот, да, четыре это редкость, но вот они прям вот так вот, три ровненько сидят и прям все одна в одну дисфункциональны. Обычно, да, то есть начинается этот вопрос подниматься, и мы видим, как вот прям вот в рамках одной встречи можно увидеть, как наследуются эти самые, да, передается это вот устно из уст в уста на вот такие правила взаимодействия в семье, которые с каждым поколением, кстати, да, чаще всего и ухудшаются. Ааа. Да. Вообще, насколько это сложный и длительный процесс, и от чего зависит успех? Это сложный процесс. Это точно сложный. Длительный. На что, по крайней мере, настраиваться. На что он зависит. А от месяца минимум работы, это прям вот в первом самом... Да, чтобы сразу не было иллюзий, потом разочарование. Что никакого одного сеанса, что там за один сеанс... Ну, если мы говорим про количество встреч, я вот сейчас думаю, как-то даже у себя подвожу некоторые графики, наверное, ну вот от пяти встреч как минимум надо было бы, неплохо было бы. Пять тысяч не так много. Да, если бы как-то вот приходящий клиент за собой где-то оставлял там, что ну вот я готов и как-то ну вот уже туда расчистил время и место, вот раз пять я сюда приду. И это просто, чтобы в человеке разобраться и дать ему какие-нибудь рекомендации, точечные. Увидеть шире, больше вообще вот эту динамику дисфункциональную, то есть сам механизм, где там за что цепляется и где это дело иногда боит, да, или что привело в этом механизме их взаимодействия с тем родственником, ну чаще всего, про которого он жалуется, да, пришедший. Где в их механизме их взаимодействия, они снова впадают в этот цикл, потому что там если посмотреть на эти отношения, это как вот это, да, день сурка, но он такой не день, он растягивается, хотя в случае... Жизнь сурка. Да, такая. Ну и уж извините, все равно не могу не задать этот вопрос, а все-таки вот процент излечения, процент успеха в таких ситуациях, он насколько высок? Есть ли безнадежные случаи? Да, есть безнадежные, это я могу точно сказать. Про процент затрудняюсь, хотя, наверное, ну вот если так вот, самооптимистичный, ну это прям сразу говорю, оптимистичный, но его можно озвучить, он как-то полезно его держать в голове, я, наверное, даже сам себе его иногда держу, вот, я даю себе где-то порядка 65-70%, ну 60-70%. Но это все равно не мало. Это не мало, да, и еще раз говорю, я понимаю, что он оптимистичный, но вот иногда с этим даже как-то вот настраиваться и самому клиенту будет проще, да, ну то есть даже психотерапевту и психологу с этим процентом. Как говорил наш один коллега, психотерапия облегчает почти всегда, помогает часто, исцеляет редко. Вот, но я хочу сказать, что если клиент заинтересован в результате, и если он, как вы говорите, приходит за тем, чтобы специалист ему сказал, что делать, и он готов его услышать и готов сотрудничеству что-то, в общем-то, даже выполнять из этих рекомендаций, то процент, он, в общем-то, в геометрической прогрессии возрастает положительного результата. Идти в таком же состоянии, в каком он пришел на психологию, не получится. Я благодарю вас за участие в этой непростой такой беседе. Спасибо большое. Итак, главная цель семейной психотерапии – это помощь в превращении дисфункциональной семьи в функциональную. Но для этого вы должны этого захотеть, и это уже как минимум половина успеха. Увидимся в программе «Здоровье». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!